Все так плюс. Всем добрый день, здравствуйте, это очередной выпуск программы Все так плюс, я Марк Нуждин, здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Вот о таких людях мы сегодня продолжим рассказ, и сегодня наш герой, человек достаточно запутанной судьбы, но, тем не менее, достаточно известный, фамилия его Булганин Николай, если память мне не изменяет. И я еще одну вещь должен сказать в самом начале, это, конечно, то, что вы смотрите нас на канале «Ищем выход», призываем подписываться, ставить нам лайки, ну, а также этот эфир вы можете смотреть в метавселенной «Эхо», скачивайте приложение, мне кажется, что там удобнее всего. Ну, и, конечно же, в описании канала на YouTube посмотрите, пожалуйста, как нам можно помочь, потому что для нас это очень важно. Мы существуем исключительно благодаря вашей поддержке, и очень здорово, что вы продолжаете ее оказывать, делая эту программу вместе с нами. По ходу я еще напомню о том, куда нужно заглянуть и что там нужно сделать. Ну, а сейчас давайте начнем. Мы движемся ко все более и более молодым героям, и, наверное, Булганин не исключение. Ну, родился он, тем не менее, в XIX веке, но, конечно, он должен быть помладше таких персонажей, с которых мы начинали, которые были соратниками Ленина, которые могли этого Ленина в 20-е годы заместить, но не заместили. Потому что, да, это человек, звезда которого взошла уже к концу жизни Иосифа Сталина, и по формальным признакам он же был председателем Совета Министров, то есть премьер-министр, чем вот не руководитель страны. Был министром обороны, вот еще до Жукова, кстати, про Жукова мы в прошлый раз рассказывали в предыдущей программе, то есть как будто бы формально мог бы и вовсе власть захватить. Ну и потом позднее расскажем еще, какая кличка закрепилась за ним, что тоже как будто бы давало ему повод прийти к власти, но вот тем не менее последнего шага, как мы про всех наших персонажей говорим, он так и не смог сделать, а потом оказался извергнут, полузабыт. И действительно Булганин далеко не самый яркий, самый известный персонаж, несмотря на то, что занимал вроде бы высшие должности, вот по-своему серый, безликий. Но тем не менее не можем его проигнорировать, хотя это, ну, наверное, далеко не злодей по сравнению с некоторыми другими людьми, но, конечно, точно так же, раз был соратником Сталин, даже преемником его числился. Хрущев, во всяком случае, считал, что вот Сталин именно Булганином заприметил на смену себе, ну и как это может красить человека. Ну и как у нас повелось, происхождение, это же очень важно, от кого человек происходит, родился он в 1895 году в Нижегородской губернии и всегда в своих анкетах писал, что отец у него работал на паровой мельнице, то есть вот был паралитарием и лукавил, потому что его отец работал приказчиком, и документы об этом сохранились. Здесь вроде бы ничего страшного, но вот в последующем в советской идеологии приказчик это что-то вот такое приближенное к собственнику, к хозяину, да еще и немножко такое уничижительное это было, взывается, что что-то как приказчик с таким вот приборчиком характерным, с угодливой улыбочкой, поэтому вот Булганин все это очень не любил, скрывал, его прямо повторял, на мельнице работал и все, мешки таскал. Ну и про себя, соответственно, тоже дальше он также говорил, хотя он хорошо учился, способный, трудолюбивый, получил образование сначала в школе, потом он в ремесленном училище и тоже вот когда он начинал свою трудовую биографию, он достаточно быстро оказался полезен, хороший почерк у человека, образованный, ну значит где-то вот в аппарате руководства. Ну это же неправильно, надо же рассказывать, что ты руками всегда вот как рабочий, как пролетарий трудился и здесь вот тоже забавно. Из-за того, что он был грамотный и с хорошим почерком, это впоследствии пригодилось ему, в том числе и при советской власти, занимать такие посты, как руководитель Государственного банка СССР. Ну как вот, хоть кто-то же должен быть грамотным, без ошибок писать, а так как он учился на электротехнике, то, ну соответственно, должен по электротехнической части возглавить какое-нибудь министерство. Ну примерно так все и сложилось. И про это тоже никто не удивлялся, потому что в эпоху Сталина образованных людей около власти практически не осталось, серости, бездарности, несколько классов образования. Да и вообще было неважно. Ну вот с Булганином, например, да, очень характерно. Мы по предыдущих-то рассказывали про много станочников, которые могли по распоряжению Сталина браться вообще за любое дело, никто не отнекивался и не говорил. Ну что вы, я же в этом не разбираюсь. Поэтому, когда приходило задание, то Булганин мог стать и министром обороны, человек абсолютно не военный, никакого образования не имевший, ни разу не воевавший, а тем не менее и этот пост мог занять. Ну вот важный шаг для себя он сделал в 1917 году, когда вступил в РСДРП. Б. Мы уж тоже в предыдущих программах рассказывали, тогда далеко не очевидно было, что именно большевики захватят власть. На любых выборах практически всегда они проигрывали эсерам или меньшевикам. Именно у тех, кстати, тоже марксистов, просто не таких кровожадных, было большинство. Ну тут вот что-то сердце подсказало. Булганину вступил он в РСДРП, к большевикам припнул, а не к меньшевикам. Ну и в последующем, конечно, в карьере им это все пригодилось. Другое дело, что вот 1917 год, а дальше 1918, гражданская война, как вот Жуков там рассказывал, записался добровольцем в Красную Армию и другие все, ну неважно, что нобилизовали. А вот у Булганина как-то странно, почему-то он сразу записался в ЧК. Ну понятно, что это никогда не вредило биографии в Советском Союзе, да и сейчас можно было бы, да, при власти Путина, где-то в ЧК начинал карьеру, и все, и сразу звание, чины, награды. Ну тоже как-то странно. Он занимался при транспорте. То есть, грубо говоря, должен был ловить мешочников так называемых, потому что трудом там как-то поезда ходили, а на них ездят. Ну как тогда советской власти все это не нравилось? Спекуляции только вот. Что-то где-то подешевле купили, в другом месте подороже продали. Люди решали насущные проблемы населения в этом хаосе, но это же преступники. Это надо у них все отобрать, а можно их где-нибудь и расстрелять. Тут опять-таки, так как Булганин, вот вы уже упомянули, не самый яркий персонаж. Толком даже его биографию особенно никто не изучал, до такой степени он неинтересный был. Поэтому еще предстоит исследователям где-то найти, может, какие-то архивные документы. Ну или может он сам, будучи уже главой советского государства, почистил там какие-то свои хвосты, позаботился, чтобы не припоминали ему. В общем, в ВЧК он работал до 1922 года, а потом, ну что и правильно, перебрался, конечно же, в Москву. И здесь вот его как раз и пригодилось это образование, то, что он в реальном училище на электротехниках учился. Ну и, соответственно, стал сначала помощником председателя электротехнического Треста, а это же программа электрификации всей страны, лампочка или ЧА, тема очень актуальная. Приходишь, говоришь, он вроде даже был недоучившийся специалист, но неважно, знаешь хоть что-то про электричество, все, будут тебе слава, почет, повышенный паек какой-нибудь, потому что он потом стал и руководителем этого Треста до 1927 года, этот пост занимал. А реальный вот шаг к вершинам, ну мало директоров заводов, до электротехнических. Вот тут начинается пятилетка, в Москве один из крупнейших заводов создается по производству электрических лампочек, Булганин оказывается его директором, ну мало ли какие еще были директора разных заводов, но тут вот сыграло свою важную роль одно, ну на том этапе может быть не очень всем понятное обстоятельство, а Булганину пригодилось, потому что у него в парткоме, ну как при любом предприятии, конечно же, должны быть партийные органы, освобожденный партийный секретарь, еще непонятно кто главнее на любом предприятии, этот вот главный коммунист или собственно директор, который за все будет отвечать, а этот же коммунист еще и ему будет претензии предъявлять. В общем, там оказалась некая Нина Кухарчук в этом парткоме, и ничего многим, наверное, не говорит эта фамилия, а это жена Никиты Сергеевича Хрущева, вторая, ну в общем-то даже третья, потому что первая жена у него умерла от ТИФа, ну вот более известная, это вот есть фотографии, где Никита Хрущев встречается, например, в Америке с Кеннеди, у того же жена Жаклин Кеннеди, а у Хрущева жена Нина Кухарчук, ну в 30-е годы, может, она помоложе была, получше выглядела, ну в общем, как-то нашел с ней общий язык Булканин, через нее сдружился с Хрущевым, Хрущев в это время был уже в Москве, тоже молодой, энергичный, делал свою карьеру, и происходит вот такое удивительное дело, начинают вручать ордена Ленина, в том числе и предприятиям, и одно из первых предприятий, это вот этот завод по производству лампочек, а его и директора, значит, можно наградить, так Булканин становится одним из первых в Советском Союзе кавалеров ордена Ленина, и пятилетку его предприятие выполнило за два с половиной года, ну вот же прекрасный руководитель, способный, талантливый, соответственно, должен идти дальше, наверх, ну вот как при советской власти и было принято, до тех пор, пока ты не займешь такой пост, в котором ты вообще ничего уже не можешь делать, а до этого будешь подниматься выше и выше, и становится, соответственно, за все свои предыдущие заслуги в 1931 году Булканин, еще сравнительно молодой, а уже председатель исполкома Моссовета, вот для столицы, для огромного города, это сверхважный пост, важнее него был только, наверное, главный московский коммунист Каганович на том этапе, но тут вот тоже у Булганина... Ой, а давайте мы вот в этом моменте сделаем небольшой перерыв, я нашим слушателям хочу напомнить, что нам можно и нужно помогать, обещал напоминать, вот напоминаю, зайдите, пожалуйста, в описание нашего канала и посмотрите те способы, которые мы вам предлагаем. Самый простой – это положить деньги по номеру мобильного телефона, есть более хитрые, оформить постоянную подписку, например, тоже можно, ну и так далее, и так далее, даже через криптовалюту. В общем, способы разные, и разными могут быть суммы, которые вы нам направляете, но, конечно же, те деньги, которые вы в своей голове считаете приемлемыми для того, чтобы потратить на покупку газеты или журнала, на какую-нибудь прессу, вы вполне можете отправить и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое. Мы снабжаем вас разными точками зрения, которые делают вашу жизнь интереснее. Загляните, пожалуйста, помогите нам работать дальше и примите нашу благодарность. Все те, кто уже это сделал и те, кто готовы это сделать, но пока не сделали, делайте. Это будет очень здорово, это поможет нам, и это поможет вам, потому что мы работаем исключительно для вас и благодаря вашей поддержке. Загляните в описание программы, посмотрите на все способы, выберите тот, который вам нужен и отправьте донат. И давайте вернемся в начало 30-х годов. И я тут должен отметить, что наш сегодняшний герой Николай Булганин делает карьеру несколько отличающимся способом от всех предыдущих, потому что они прямо сразу начинали шагать по партийным постам, а он делает шаги по хозяйственной лестнице, потому что глава исполкома – это тоже хозяйственный, а не партийный пост. Ну и все правда, это вот такой хозяйственник, причем даже трудно было сказать, что это какой-то крепкий хозяйственник. Мы вот рассказывали, например, про Маленкова или про Жданова, тоже вроде как хозяйственники, хоть и более партийные, но это суровые, мрачные люди, могут прикрикнуть, требовательные. А Булганин очень отличался, он был неконфликтный, с Кагановичем нашел общий язык. А какое главное бесценное качество? Во-первых, никаких инициатив, потому что это все вредит только. А во-вторых, безропотные исполнения. И здесь вот яркий пример, который часто приводит, ярко характеризующий Булганина. Вот он у председателя Мосвосполкома. Москва радикально меняется. Масштабные стройки, дрон надо возводить, небоскребы, целые кварталы разрушать. А там же бульвары лицевые, да, вокруг Москвы. И вот Каганович ему говорит, надо бы все деревья там вырубить. И Булганин даже не переспрашивает, вот, зачем, а можно ли по-другому, а точно ли это надо. А хорошо, начинается вырубка деревьев, потом это проезжает, видит Сталина, в ужасе, не все успели вырубить деревья, что случилось. Ну, а Кагановичу кто-то сказал, что вот будет какая-нибудь химическая атака, но это же модная тема, да, химическая защита, что-то в противогазах тренироваться. А листья деревьев, они вот как-то, то ли задерживают все эти отравляющие вещества, то ли с их помощью дальше можно отравиться. Вообще, надо все деревья вырубить. Да и зачем? Зачем вообще деревья в городе? Да, но это вот просто характеризует в нашем случае интересную реакцию Булганина. Сказали, тут же принимает к исполнению. Ну, прекрасный вообще у любого диктатора или у любого другого руководителя фактически заместитель. Так вот, в принципе, он и находился в статусе вот такого второго человека, которому можно поручить все, что угодно. Его даже иногда так и называли, кличка «бухгалтер», потому что и он начинает этим заниматься. И тоже ничего лишнего делать не будет. Инициативу никакую не проявят. Может, там тоже дальше кому-то перепоручат. Но при всем при том, ну, зачем от такого человека отказываться? Он еще и вообще внешне потом, когда будем показывать фотографии, отличался, многие говорили, потому что при Сталине вокруг него были люди мало симпатичные, не харизматичные, в общем-то, даже с отталкивающимися лицами, даже если они были вроде бы круглолицые и румяные, а все равно не очень симпатичные. А тут Булганин каким-то удивительным образом был, вот напоминал, как они говорили, как будто бы человека вот с той старой формацией, с бородкой еще с такой вот, ходил всегда как будто вот что-то в нем немножко аристократическое, что не так, и располагал к себе людей. И все это его, как ни странно, даже толком не припоминали. Должен был бы как-то более попролетарски выглядеть, но все сходило ему суть. И вот он уже в 1934 году становится кандидатом в члены ЦК КПСС, то есть карьера так сама по себе происходит. А в 1937 году председателем Совнаркома, но, правда, РСФСР еще, а не СССР, и опять-таки, что может расчистить путь вот к вершинам карьерной лестницы? Как и практически у всех персонажей, о которых мы рассказывали, вот этого молодого поколения, это, конечно, большой террор и масштабные репрессии. Если отодвинули Зиновьева, а потом вообще убили, то его место, соответственно, в Петрограде занимает молодой перспективный товарищ Киров. Ну, то же самое происходит и в других должностях. Потому что не раз в своей карьере Булганин приходил на пост, когда изобличили предшественника как врага народа, как преступника, как троцкиста, зеновьевца прокравшегося, и на его место назначают Булганина. И, как выяснилось потом, несмотря на то, что Булганин не производил впечатления истеричного человека, конечно, он тоже по-своему сходил с ума, просто вот не попадался, виду не подавал. И, в общем, наверное, так он хорошо справлялся и Сталину приглянулся, к тому времени они уже были знакомы, что в 1938 году он становится заместителем председателя Совета народных комиссаров уже Советского Союза. И тут вот важная деталь, что не сразу сначала председателем-то был Молотов, а потом сам Сталин. То есть, получается, Булганин становится заместителем Сталина. Первый человек — это Сталин, понятно, номер один, а вот человек номер два — это Булганин и есть. Ну вот, как мы говорим, немножечко там в тени вроде бы находился. Тут опять все запутано, потому что Сталин мог занимать несколько должностей сразу, потом мог от каких-то из них отказываться, и Булганин мог занимать тоже несколько должностей сразу. Ну, понятно, что не от чего отказываться не ходит, и сам себя никуда не назначит, пока ему задание какое-нибудь не дадут. И тоже вот любопытное совмещение вдруг происходит. Причем тоже почему? Потому что большой террор, репрессии, вакантное место председателя Государственного банка, и Булганин, у которого остаются предыдущие должности, самые разнообразные, точно так же по предложению Сталина назначается соответственно и председателем правления этого Государственного банка, как ни в чем не бывало, вплоть до 1945 года. Он вообще уникальный персонаж, потому что он трижды становился председателем Государственного банка, и в основном только потому, что у него была кличка «бухгалтер», у него не было никаких способностей, он не мог провести самостоятельно на какую-то реформу или какие-то идеи, или какое-то понимание бюджетной политики. Но он же безропотно, да, хорошо, и умудряется совмещать все эти работы. И дальше вот, ну что, 41-й год. Сколько мы рассказывали в случае с его предшественниками, как они включались в эти все процессы, связанные с... Ну, Жуков вообще, понятно, да, например. Так же и Жданов, который в Ленинграде сидел. Так же вот Маленков, в Маленковской комиссии. Ну, из этой же, получается, обоймы и Булганин. И он действительно в течение войны, если просто смотреть список, но он там все время, как правило, занимал какую-нибудь должность временную. Это либо представители ставки, либо, что чаще, член военного совета на разных фронтах. Ну, то есть надо присматривать за этими генералами, либо чтобы они, как какой-нибудь бездарный кулик, не провалили Харьковскую операцию, либо не ушли в запой. Ну, правда, Булганин про него, как говорили, тоже любил выпить. Но вот больше расцвел позже уже в этом своем качестве. А до того времени как-то ходил, вроде хмурился, но ничего не понимал. То есть понятно, что он... Все это вообще не его. Ничего предложить он ни на каком фронте, какой бы должности занимал, не сможет. Но в то же время, что вот отмечали командующие фронтами, почему отдавали ему должное, раз человек вот второй был в Совнаркоме, ну, по хозяйственной части, значит, если попросишь его, он что-то сможет решить через свои связи, через свои знакомства, чтобы хотя бы у солдат была теплая одежда, чтобы все было по надежности питания, чтобы эшелоны вовремя приходили. Ну, не в силу своих способностей, а в основном именно в силу связи, потому что человек такого вот высокого полета. И действительно здесь многим этим генералам, сталинским маршалам Уганин оказался очень полезен. Хотя все равно смеялись над ним. Какой он там стратег, мог испугаться, мог спрятаться, вообще не понимал, что происходит. Если летят самолеты, почему мы их не избиваем, надо объяснять что-то, что это, закрываются другие ведомства. Ну, и вот как-то опять получается, что он, занимая опять-таки самые разные должности, у Сталина к нему претензий никаких нет. И он в 44-м году становится заместителем наркомата, наркома, народного комиссара обороны. Там, правда, опять запутано все было. У Сталина было много разных наркоматов, он какие-то делил надвое, какие-то объединял. Ну, в общем, так как он решил возглавить еще и наркомат обороны Сталин, а у него опять-таки заместитель Булганин. Опять Булганин вот такой совершенно очевидный человек номер два в этой иерархии, пока Сталину не надоело, и он в 46-м году сам себя освободил от этой должности, потому что решил стать премьер-министром. А заместителем у него остался кто? Булганин первым заместителем, так и численность. Ну, вот почему и считалось, что, возможно, вот, ну, особенно поклонники Сталина, которые считают, что у него какая-то особенная мудрость была, что он такой проницательный, смотрел вперед на десятки лет, присматривался, вот Булганин-то и выделил, как особенно и достойного, и выглядит вроде как получше, но я считаю, что все это искусственно. Сталин, в принципе, никому не мог доверить, никому не мог подготовить, никакого завещания не оставил, всех презирал, ну, то есть сначала окружил себя очень либо скользкими людьми, либо ничтожествами всякими, а потом кого-то из них выберешь и вообще никто не способен вождя заменить, ну, в принципе, практически все диктаторы шли по этому пути. Но, тем не менее, вот именно у Булганина все неплохо складывалось, потому что, вот, например, в начале 45-го года он становится членом ставки верховного главнокомандующего, причем ему уже и звание дали, ну, сначала просто генеральское, чтобы он не просто так везде ездил, а потом еще и генерал-полковник, то есть никакого образования, ни дня в армии не служил. Мы бы всему этому удивлялись, если бы прямо сейчас, в 21 веке, не видели все то же самое в окружении Путина, когда министр обороны весь вот в наградах, вот весь в орденах, ни дня в армии не служил, никакого образования не имеет Сергея Шойгу, а оказывается, все, и раньше так же было, ну, какой он генерал-полковник, понятно, что над ним эти-то генералы, которые мнили себя, с Бонапартами спиялись, хотя там талантливых, конечно же, не было. Ну и вот уже война заканчивается, все в наградах, и я даже не перечислял, потому что и так по фотографиям, когда будем смотреть, видно, как вот все в орденах и в медалях, да еще и от зарубежных стран, всякая Монголия обязательно вручит какой-нибудь высший свой орден, а потом и страны соцлагеря, там все было в порядке и у Булганина, конечно же, и становится он в 46-м году кандидатом в члены Политбюро, а потом, вот как я уже тоже заранее мы анонсировали, а в 47-м году еще и вот по предложению, соответственно, Сталина, министром вооруженных сил Советского Союза, ну, как-то генералы это все терпели, что ладно, звание ему, ладно, он представитель, но каждый из них сам мечтал стать министром вооруженных сил Советского Союза, какие-нибудь там все заслуженные были, эти Жуковы, Коневы, Рокоссовские, как они себя считали, а становится абсолютно гражданский человек, причем тоже вот любопытно, что бы там ни происходило, Булганин очень полюбил ходить в военной форме, а ему еще как-то даже шло, потому что он, ну, вот, не страдал долгое время от такого лишнего веса, как и некоторые другие генералы, ну, форма как-то еще когда хорошо подогнана, стройнит, а при этом при всем, ну, терминологии даже правильно не владел, но Сталина все это устраивало, и вообще можно было подумать, как и на Западе некоторые считали, это же может такая демократизация происходит, ведь гражданский человек на посту министра обороны или вот такого-нибудь министра вооружений, это традиционная практика демократии, особенно скандинавских, особенно если там еще и девушка, как они становятся министром обороны и присматривают за всеми этими военными, у которых репутация не очень умная. Ну и здесь вот забавно все это выглядело, конечно, Сталин не потому, что демократизация происходила, а скорее, чтобы своим собственным генералам досадить, чтобы они не задавались, да еще, чтобы за ними Булганин, ну, как-то там по-своему присматривал, потому что Сталину было очевидно, что вот лично Булганин не способен быть ни заговорщиком, ни возглавить какой-нибудь заговор, примерно так все и было. И, соответственно, 1947 год еще более невероятное развитие в судьбе Булганина, о чем тоже иногда с удивлением приходится узнавать, маршалом становится. Во-первых, война закончилась давным-давно, но, понятно, заслуг никаких нет, но генерал-полковником ладно его назначили, потому что должность как-то соответствовала, но как в 1947 году можно стать маршалом, а просто вот 7 ноября парады, это же, кстати, вот еще раз на всякий случай напомним, до 1965 года, кроме 1945, потом не было на 9 мая, это вообще был рабочий день, никакие парады не проводились, главный праздник был 7 ноября, Октябрьская социалистическая революция, там могли быть парады, там вот танки, красноармейцы все маршируют, никто просто и не вспомнит, наверное, из современных правителей в Кремле, как все это было, ну и вот раз парад, значит, его должен проводить, командовать этим парадом, должен маршал Мерецков, но кто-то же должен принимать парад, а принимать его вот поручили Булганину, ну это как-то странно, Мерецков маршал, а принимать что у него, генерал-полковник, ну давайте как-то быстренько исправим, Сталин нежадный, он сам генералиссимус, легко там может дать задание, подписать, вот так и Булганин стал маршалом, ну как-то, ты же не откажешься, не будешь же говорить, я недостоин, да что вы, что вы, понимаешь, парад уже, наконец, если он, конечно, не мог, как Жуков, вот не кавалерист, ну и неважно, тогда уже можно было на автомобилях ездить, ну и дальше, опять-таки, вот выглядело так, что все действительно, как будто Сталин его готовит к себе в преемнике, потому что где-то примерно к 1050 году он занимал уже просто немыслимое количество должностей, они там все чередовались, он входил в ближний круг Сталина, когда там буквально всего несколько человек могли присутствовать на совещаниях со Сталином, где решались какие-нибудь принципиальные вопросы, ну понятно, что никто Сталину не перечил, и, собственно, ничего мнения его и не интересовал, попробуй только угадать, но это был знак, если всего четверо или пятеро человек могут приехать на дачу к Сталину, тот в основном уже у себя на даче все это проводил, но это, значит, и есть главные советские руководители, а если кого-нибудь перестали звать, ну все, значит, закатилась твоя звезда, как Молотых, например, да, вроде был второй человек, а все, забыли, опало, ну и вот он здесь, будучи в должности заместителя председателя совета министра, Булганин, если Сталину неинтересно, не здоровится, поленился в Москву приехать, ну, соответственно, Булганин и председатель стоит на этом вот совещании с министрами, то есть получается вот такой вот реальный уже наместник, реальный первый человек, преемник, вроде бы все сходится, и здесь вот уже начинается такая чехарда должностей, можно было бы даже сказать, министерское с 51 по 53 год, потому что он становится, ну там придумываются всякие необычные какие-то комиссии, бюро, комитеты, если Сталину так вот показалось, давайте-ка вот теперь так будет, а теперь вот такая комиссия по вооружению, теперь вот бюро по специальным вооружениям, ну и вот безропотно Булганин все эти должности может занимать, потом чередовать, потом какие-то совмещать, потом от каких-то отказываться, он становится и членом президиума уже центрального комитета, причем все совмещается в этих должностях, ну и тут вот 53 год, март, и Сталин умирает, и как раз в этот вот и давайте вот как раз вот в этот вот момент сделаем перерыв, потому что дальше нашего героя ожидает вот-вот то самое, к чему его вроде бы готовили, а мы вернемся через пару минут, я напомню, это петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, программа «Все так» плюс из цикла «Властители». Далеко не уходите. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Еще раз всем добрый день. Здравствуйте. Я напомню, что вы смотрите программу «Все так» плюс из цикла «Властители». Наш сегодняшний герой Николай Булганин, человек, который, как и другие герои нашего, как и герои других программ нашего цикла, на самой вершине власти находился, но все-таки реальная полнота принадлежала другому человеку, который был рядом с ним. Хотя, может быть, формально и на вторых ролях. Мы продолжаем. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Давайте вернемся, потому что как раз вернемся в 1953 год, как раз, когда умирает Сталин, при котором Булганин уже долгое время не по всем направлениям, но по многим направлениям был человеком номер два. И это шанс для всех тех, кто близок к вершине власти, занять место вождя, стать новым вождем, особенно с учетом того, что ничего не предусмотрено, все непредсказуемо, кто более решительный, кто более коварный, тот и должен был бы власть занять. А вот в ту последнюю ночь, когда Сталин еще был жив, но там же все это поздно, глубоко заполночь, Сталин жил в своем режиме, и с ним были всего четыре человека, Крущев, Берия, Маленков и Булганин. Ну и вот они, соответственно, на каком-то этапе все разъехались, Сталин остался один, помер там, обнаружили его представители охраны, судя по всему, генерал Власик уже мертвого. Ну и вот, кто был последний рядом с вождем, ведь можно было, даже такие прецеденты и есть, и в российской истории, в том числе, какое-нибудь поддельное завещание, что это мне было поручено вождем, но здесь все эти люди поначалу, ну никто никому не доверял, мы уже рассказывали, что фактически взял на себя функции руководителя Лаврентий Берия, даже ни с кем особенно не советовался, но тем не менее у них присутствовала, как ни странно, какая-то религиальность у всех этих вождей, назначают министром обороны Советского Союза, вот эти же люди выбирают, да, Булганин, это просто самая компромиссная фигура, генералы друг другу не доверяют, маршалу, маршалу победы, слишком уж они популярны, мало ли чего от них ожидать, мало ли кто из них бонапартист, такому властному человеку, как Берия, тоже многие не доверяют, и здесь Булганин как такой вот компромиссный, неконфликтный, который ну явно не претендует на роль первого человека, ну можно было ошибаться, и не раз многие ошибались, и здесь вот он становится опять министром обороны, второй раз получается, потому что он трижды был еще председателем Государственного банка, больше таких персонажей нет, чтобы трижды, и не потому, что его увольняли, а просто там менялась как-то должность, а он безропотно всегда уходил, и здесь вот тоже уже воспоминания очевидцев, что он же такой исполнительный, и никогда не возражает, а потом лето 1953 года, арест Берии, явно Булганин тоже к этому оказался причастен, потом Берию расстрелил, мы даже, кстати, рассказывали, есть гипотеза, что расстрелят его просто сразу, а якобы там суд и разоблачение, все было сфабриковано на потоп, потому что никто ничего не снимал, ничего не фотографировал, а для безопасности лучше бы пораньше от него избавиться, и здесь вот Булганин раскрылся, как будто бы вот упала какая-то гора с его плеч, уже перестали бояться, он, наверное, действительно Берии производил на всех впечатления очень опасного человека, потому что он и раньше, наверное, мог где-то вечером, ну, со Сталиным вообще это было само собой, Сталин принудительно всех подпаивал, а тут вот он уже не просто выпивает, а как рассказывают очевидцы, впервые после большого перерыва в Кремле елка, встречают все счастливые и радостные 54-й год, никто уже не нервничает, что придут себя арестовывать, ну, вот эти, во всяком случае, лидеры, да, партийные, собираются там в Кремле, и такие люди, как и Хрущев, и Маленков, хороводы водят, никто никого не боится, а Булганин не просто с хороводами, не просто счастливый, а еще и там в пляс спускается, и боярню там вот перед всеми собравшимися танцуют, причем хорошо танцуют, ну, вот не можем осуждать, все-таки не до такой степени он был робот, а что-то в нем вот человеческое присутствовало, хоть вот и сопровождалось излияниями, но опять не можем из-за этого упрекать, что-то человеческое тоже, тем более, значит, не робот, тем более товарищи ему доверяют, никто вроде бы против, на него зуб не точит, он не такой конфликтный, ни с кем так, например, как Жуков, не поссорился, и потом надо решать дальше, как жить, тем более, что тоже надо пояснить в этой системе, кто главный в советской, ведь к концу жизни Сталина сложилась такая ситуация, что кто занимает административные посты, хозяйственные, тот как будто бы и есть лидер, собственно, их и занимал Сталин, а до этого как будто бы главным должен быть тот, кто по партийной линии. Здесь вот начинается такое небольшое соревнование или сопротивление, ну, Хрущев-то, понятное дело, претендовал на лидерство партии, а, соответственно, через это и как глава государства должен был быть, но это не всем было очевидно, поэтому, когда Хрущев, просто это, в принципе, его была инициатива, предложил Булганина в 1955-м уже году назначить председателем Совета Министров, причем вместо Маленкова, потому что Маленков был более властный и явно стремился стать человеком номер один, но тут Хрущев оказался более таким ловким интриганом, и, соответственно, этот пост Булганина предложил, никто не возражал, человек опять-таки компромиссный, ну вот на этом-то этапе в 1955-м году можно было бы подумать, и некоторые на Западе так и подумали, что вот теперь главный и новый лидер, но это потому, что в ту эпоху Булганин попал на обложку журнала Time, там же сидят сотни аналитиков в Вашингтоне, ЦИО тогда уже появилось, строчат свои отчеты для президентов, так что там вообще в Москве происходит, в этой, как Черчилль говорил, схватка бульдогов под ковром, так с кем-то вообще, с кем-то отношения надо налаживать на будущее, тем более, что в ядерной державе, казалось, что ну вот Булганин, кстати, вот тогда же Жукова-то и назначили министра обороны, чему он тоже был несказанно рад, и даже как-то стало все налаживаться, тут опять-таки можно отдать должное Булганину, потому что он не просто теперь уже был исполнитель, но опять-таки инициатив немного, но ведь Сталин был конфликтом, повздорил много с кем, отношения были испорчены, ну сначала из-за Сталина, который, конечно, таким же диктатором был и для всяких наших так называемых братских республик, которые все равно колониями являлись, но с Китаем было посложнее, тем более, что Мао Цзэдун, например, сам себе считал еще более правильным сталинистом, а все это какие-то мехкотелые пришли лидеры к власти, вот так вот, надо налаживать отношения, были отношения испорчены с Югославией, а в своих командировках Булганин, неконфликтные, ничего особенно не требуется, все с Помбруститом как будто бы налаживаются отношения, ну ладно, хорошо, это страны там родственные нам по социалистическому, по марксизму, то есть, например, Великобритания, после Фултоновской речи, холодная война, туда летит Булганин, тоже вроде какое-то потепление, потом с Японией как-то так и не заключили окончательный договор, но наладили отношения после завершения Второй мировой войны, начались какие-то переговоры, связанные там с торговлей, ну с Индией, ну Индия там на десятилетие превратилась для Советского Союза вот в такой уникальный пример, не присоединившиеся такие страны, просто вот за все хорошее, за мир, за дружбу, мы им помогаем, а они всегда нам рады, фотографии покажем, потом как это выглядело, и опять Булганина ни в чем вроде бы не упрекнешь, и у него были очень хорошие отношения с Хрущевым, и Хрущев ему ну не то чтобы доверял, там доверять-то никому было нельзя, но не опасался его, не боялся, и вот этот вот человек, которому уже Булганина, я имею в виду, за 60 лет опытнейший вроде бы должен быть аппаратчик, переживший и большой террор, и все вот все эти сложные интриги и допустил таки роковую ошибку в 57-м году, потому что примкнул как это называется антипартийная группировка, вот эти вот недовольные возвышением Хрущева люди, главные из них это вот ну явно Молотов, понятно, что Каганович, понятно, что Маленков, ну и как правило после трех фамилий говорят и примкнувший к ним Шипилов, Шипилов вообще, например, репрессия был не замешан, но чем-то был обижен тоже на Хрущева, но это главные четверо, ведь когда они голосовали за то, что демократия такая, да, вот проходит у них заседание, это высших партийных руководителей, кто-то с негодованием начинает припоминать, что Хрущева поступает предложение, соответственно, осудить Никиту Сергеевича, и вот это голосование, и вот на свою беду, и Булганин тоже проголосовал за то, что Хрущев Гидостоин, Волюнтарист, ну там, понятно, все друг друга припоминают, причем тоже не очевидно, это было не 10 минут, вообще-то все вот эти процедуры затянулись на несколько дней, потому что такие соратники Хрущева, как Жуков, причем Жукову не пригодилось, да, там на военных самолетах стали срочно привозить в Москву других партийных шишек, те, которые были явно более лояльны к Хрущеву, чтобы вот тут же перевести это заседание в плену, особенно, чтобы у Хрущева было большинство, и там уже так переголосовать, что не просто Хрущева поддержать, а еще и, соответственно, тучи сгустились, чтобы над этими упрямыми сталинистами типа Молотова. И здесь, ну, как будто бы очень быстро Булганин понял, как он ошибся. Вот у него какая-то личная обида пробежала, там даже приводят пример, что вот, ну они же там все выпивали, что вот до этого предшествовало этому плену события, там у Хрущева женился сын, всех, у кого еще позвать, кто у тебя друзья, вот эти же все, члены полетбюро, и что-то там они, будучи подвыпившими, как-то Хрущев неудачно пошутил, Булганин спылил, и вот с этого времени черной кошкой между ними пробежал, может быть, взрослые люди, ну неважно, в общем, Булганин завершил свою руковую ошибку, он, правда, тут же столкается, уже прямо на плену, простите, не разглядел, ошибся, это Молотов упрямился, Молотов-то не передумал, не покаялся, а я считаю, что Хрущев недостоин, ну неправильно так они все это говорили, но, во всяком случае, Каганович мог, когда им Хрущев припоминает, что вы же там в кровавых репрессиях замешаны, ему Каганович говорит, а ты что, не замешан? Так вот, ну Булганин, кстати, тоже не самый из них злодей, но говорит, а я Никита Сергеевич, вот ошибся, шайтан попутал, прости, не хрущу, поначалу мягко отделался Булганин, но допустил вот эту руковую ошибку, потому что оказались более надежные люди, преданные, которые тут же Никита Сергеевич целиком за вас, правда Жукову не пригодилось, как мы знаем, а Булганин не сразу по сравнению со всеми остальными, но вот началось его падение, потому что на своем посту председатель Совета Министров, он еще остался до 58-го года, то есть три года он занимал эту должность, а потом как-то Хрущев, который уже окреп, который был уже у власти, предлагает, так о чем мы делим? Я вот первый секретарь ЦК КПСС, хозяйственник крепкий, все это мне хорошо знакомо, так что нам делить лишние должности, придумать, так я и буду председателем Совета Министров, но уже никто особенно там и не возражает, ну а Булганин, он же уже не молодой, немножко постарше Хрущева, но чтобы его тоже не обидеть, там тоже все это было так осторожно-деликатно, а он же у нас опытный специалист, бухгалтер, а у нас как раз денежную реформу надо проводить по деноминации сталинского рубля, новые купюры, вот пусть опять он и станет в третий раз председателем Госбанка, и так все вроде бы чинно, благородно Булганина отодвигают, но очень быстро происходят дальнейшие события, потому что недолго он оставался на этой в принципе плохой должности председателя Госбанка, командировки, большие кабинеты, а тут вот уже летом 58-го года начинается ну уже такая настоящая реальная опала, когда его по предложению ну там уже Хрущев может только сочувствовать смотреть, ну что поделать, мы посовещались и я решил, да вот так, это тоже классическая советская идеология, когда заранее между собой все договорились, и отправляют Булганина в Ставропольский край председателя тамошнего Сонархоза, опять это надо запутанно объяснять, да это Хрущев уже придумал, что надо создавать Советы Народного Хозяйства вот на местах, объединять их там по региональному признаку, все это уже оказалось неудачно, ну и вывели соответственно из президиума ЦК Булганина, ну и стало понятно уже, что на высшие должности ему не вернуться, и тут вот, наверное, самое болезненное, из-за чего он лично очень серьезно переживал, драма такая, да, его же маршальского звания лишили, и явно тоже вполне возможно, что Хрущев вот этим особенно хотел как-то Булганину засадить, потому что вроде бы не лишили всех наград, не то, чтобы там в рядовые разжаловали, да, там погоны срывали, но погоны-то говорят, извини, теперь тебя просто будут генерал-полковник, тоже неплохо, но не маршал, ну какой ты маршал, ну сам на себя посмотри, ну и там вот опять современники, которые все наблюдали, как вот он, ну ладно, хорошо, ну и уволили меня, ну вот, ну хорошо понимаешь, что скоро на пенсию отправят, ну, ну почему не маршалом-то, а ему нравилось ходить, и с маршальскими погонами как-то им было покрасивее, чем с генерал-полковничьими, он вот эти годы чуть что, норовил ходить уже в мундире, а теперь как-то гадко, все же смеяться на тобой будут, вот там где-то шушукаться за спиной, а что это он без маршальских погон, а что случилось такое, ну и вот как там говорят, у него же там его это знаменитый бородка, вот он чуть слезы на глаза наворачивается, трясется старенький, в один день там постарел, несчастный, понимает, что уже все, чуть не плачет, ну и вот уже в 60-м году его отправляют, 65 лет, вроде бы пора, это не все в Кремле до сих пор понимают, 65 лет, что вот дальше-то сидеть, на почетную пенсию, ничего у тебя там особенно вроде бы как не отберут, тут просто лично у Булганина как-то все, все не складывалось, все вот какие-то несчастья его сопровождали, потерял хорошее отношение с детьми, непонятно, что с женой, потому что, ну у него, сейчас отдельно про это расскажем, у него были увлечения, балерины, ну это вроде как нормально, он и калинин, и тоже с бородкой, и тоже балерин любил, ну до конца не ясно мемуаров, потому что он не оставил, он вообще прожил длинную жизнь, он на пенсии еще прожил 15 лет, но вот так и не сподобился написать какую-нибудь автобиографию или какие-то воспоминания и размышления, как Жуков, где бы всем все припомнить, а себя вывести в таком вот белом цвете, потому что получается, что он все последующие годы, но когда говорят, что он очень здорово поддавал, уже странно, человек должен почти 80 лет, но наверное, все-таки не буквально, кто бы раньше погубил себя, ну может там где-то баловался, но вряд ли вот такой вот уже и вряд ли что попало, он пил, а он придумал такое развлечение для себя ездить в санаторий, причем надо было выпрашивать эту путевку в Подмосковье, где собирались не главные министры, а простые работники Совета Министров, ну это вот секретари, заместители, водители какие-нибудь, он многих из них лично знал, приезжал заранее, они там на выходные приезжают в этот дом отдыха, а он встречает, за руку здоровается, помнит кого как зовут, если кто-то к нему подходит, ну эти люди, наверное, так не нервничали, не здраги, не смеялись Булганином, наоборот, он для них был такой еще вчерашний небожитель, вот так вот он последние годы своей жизни и проводил, он дожил до вроде бы благополучной старости, у него внуки были, потомки, но вот наверное не до такой степени, чтобы вот как у Микоянов, там показывали фотографии, Анастас Микоян, в окружении сыновей, внуков, вот такое вот благополучие, да еще и в Пульбюро остается, а у Булганина вот не так, было ему грустно и печально, и здесь вот припоминают ему, что он самый безликий, самого такой никакой, но чтобы вот завершить рассказ на том, что все-таки это был человек, яркие эпизоды, которые ну точно должны были бы где-нибудь в фильме или в сериале мелькнуть, пусть даже не до конца все это достоверно, расскажем обязательно, в числе прочего, почему очень переживал Булганин, пока был жив Берия, что есть какие-то компроматы, якобы есть эти документы, лично не видел, что, ну это уже, соответственно, послевоенное время, 48-й год, и кто-то вот Берия пишет отчет, что член Политбюро, товарищ Булганин, в гостинице Националь, в Москве, напившись пьяный, в одних кальсонах, бегает по этажам, в сопорождении двух пьяных балерин, подрузил панталон одной из балерин на швабру, говорит, это мое знамя, бегает по гостинице, но кто ему замечание сделает, лежит в ресторан, там какие-то генералы, кто-то его узнает, встает, что делать, это же министр обороны, вообще-то, как будто бы, или заместитель там министра обороны, ну, а этот раздухарившийся, соответственно, Булганин, это знамя, так, целуйте, генералы не слушаются, капризничают, он там так все, срочно дежурного коменданта всех арестовать, и, ну, все слушают, кто-то слушается, кто-то там раздосадованный, генералов увозят, но на следующий день там Булганин протрезвел, нервничает, страшно, что из этого выйдет, докладывают Сталину, а Сталин снисходительно, тут же не заговор какой-то, это же просто вот, ну, человек подвыпивший, раскрылся, то, что с балеринами, это опять, ну, как вот, популярно, да, Сталину, когда его спрашивают про очередного, попавшегося какого-нибудь там, маршалу, у которого там секретная или не секретная молодая жена, что делать будем, что делать, завидовать будем, две балерины, что ж тут вот, это же не страшно, не опасно, не троцкистский какой-то заговор, вот так вот, и почему еще эта история любопытна, ведь это старинная традиция, мы вот в прошлом цикле про Романовых рассказывали, сколько из этих Романовых были неравнодушны к балеринам со времен Николая I и Николая II, а Булгане Николай, тот вот как будто бы, когда его начинают там за глазами называть тоже мне Николай III нашелся к балеринам неравнодушны, так это по-своему даже как будто бы почетно приближает тебя к этим самым небожителям хотя бы вот так вот, хотя бы на словах. Ну и вот был он не только неравнодушным к балеринам, а тоже вот можно встретить утверждение, что очень он ухаживал за молодой, восходящей звездой оперы Галины Вишневской, а она уже была женой Ростроповича, а как ты тут будешь с ним? Что ты там скажешь этому влиятельному человеку? А он выпьет, смотрит своими масляными глазками и руки протягивает, и только вот что мог сделать Ростропович тоже с ним выбивать строго. Но это уже такие вот для сериала, для фильма, ну мне кажется, прекрасные и яркие эпизоды, а не все вот эти маршалы победы бесконечные, которые сидят над картами, решают судьбы войны, все неправда, а главное нету правды жизни с этими кошмарными мясными штурмами, а про балерину можно. Давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя, напомню, это Николай Булганин, но перед тем, как мы приступим к люстрациям, я еще раз напомню, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы и посмотрите все способы, которые мы для вас приготовили. Начиная от самого простого, положить деньги просто по номеру телефона, переводы, в том числе и через криптовалюту, и подписки, и так далее, и так далее. Посмотрите все способы, выберите тот, который подходит вам больше остальных и используйте его обязательно, потому что мы без вашей поддержки никуда. У нас нет других источников дохода, которые позволяли бы нам поддерживать и развивать канал, поэтому мы очень благодарны каждому, кто нам помог. ту сумму, которую вы готовы потратить на газету или журнал, на какой-то образец свежей прессы в киоске или подписке вы можете отправить и нам, потому что мы фактически делаем то же самое, только на более высоком идейно-теоретическом уровне. Огромное спасибо всем тем, кто уже это сделал, ну и если не получается с деньгами, то подставьте лайк, подпишитесь, это тоже очень помогает нам поддерживать и развивать наш канал. Ну и давайте посмотрим, здесь как раз, ох, какие тут герои, это еще же здесь враги народа попали в кадр, это не бухарь. Нет, это не враги народа, нет, это, ну, первый Хрущев, узнаваемый посередине стоит, стоит Булганин, а чуть дальше это Каганович, они, конечно, все своими бородками похожи друг на друга частично, но нет, нет, это все надежные, проверенные, пережившие Сталина, Каганович, правда, допустил свою ошибку, когда тоже, то есть не тоже, как раз и был одним из инициаторов этой антипартийной, что смешно, какая там антипартийная группа, да, но здесь вот они еще все, 33-й год, Каганович, это в Москве, соответственно, да, там праздник, День милиции или что-то такое, ну, Каганович, главный коммунист московский, председатель исполкома Моссовета, это, соответственно, Булганин, как вот в фильме, да, Москва, СССР не верит, но если в Моссовете, ну, и рядом с ними Хрущев тоже там по хозяйственной части, ну, вот так все было у Булганина, хорошо с Хрущевым, сам себя, сам себя наказал, но это, правда, будет только через четверть века, а пока все неплохо. Да, но пока мы остаемся еще в 30-х годах, это у нас на следующем кадре известное лицо рядом с Булганином Семен Буденный. Ну, это я просто как пример того, что Булганин был очень компромиссной фигурой, он ни с кем не портил отношения, ни на кого не кричал, доноса не писал, у него были темные пятна в биографии, что им припоминали, потому что уже после войны Сталин, когда, например, затеял это жутковатое Ленинградское дело, когда личный неприязнь к Ленинграду, то он отправил туда не только следователей НКВД, не только работников НКВД, а еще и своих собственных членов Политбюро, чтобы те устроили там кровавую расправу над лидерами Ленинградского партийной линии по хозяйственной линии, которых в итоге Кузнецова, Вознесенского, других расстреляли, тысячи людей были репрессированы, и Булганин тоже к этому приобщился, а потом говорил, что я мог поделать. Ну, все же смотрят, как я там мог возражать, но радости мне это не доставлял. Ну, а здесь он, да, с Буденным, узнаваемым, еще один совершенно бездарный, никчемный маршал. А вот, знаете, тут Булганин мне почему-то напоминает Навального. Чисто физиономически. Он благообразный такой вот, он отличался, там вот видно на всех этих фотографиях, насколько вот он нетипичный. Действительно, для всей вот этой вот когорты, каких-то, как правило, мордатых дядек, или злых каких-то, или они там нарочито себя устраивали из себя таких вот нахмурившихся, таких вот суровых. А Булганин вот нет, но вот если следующий кадр посмотреть, если не знать, конечно же, что Булганин страшно далек от всего от этого, если вот кто-то вдруг будет изучать маршалов по фотографиям, смотрите, какой вот получается по иллюстрации абсолютно заслуженный человек. Ордена высшие, ордена, ордена зарубежные, на фронтах везде бывал. Ну, если там не погружаться, что ни за что толком не отвечал, ничего от него особенно не зависело, то к Великой Победе приобщился, и когда вот галерея маршалов Победы, ну, как же вот Булганин там не оказаться, может, и оказался бы в современных этих плакатах, когда Маршалов Победы, а в центре еще и Сталин, генералиссимус, чтобы ни о чем не передергивало в школах при Путине только все это расцвело. Если бы вот не это несчастье Булганина, которого назло, заранее, наверное, специально разжаловали, чтобы он не попал в эту когорту, так и он бы там вот какой он маршал, еще один сталинский. Слушайте, а дальше у нас в цветах, это, как я понимаю, в Индии, наверное, да? Конечно, да, ну, там не только в Индию, он и в Таиланд летал вместе с Хрущевым, ну, то есть вот понятно, да, что эти не оживили, да, там специально вот из цветов, все красиво, в белом, везде тебе рады, Руси, Руси, хай, пхай, и вот как здорово, да, приезжать с такими вот миссиями, налаживать отношения, кто же там от этого откажется, и вот все было в Улганина хорошо, рядом с Хрущевым, вот они один партийный руководитель Советского Союза, другой председатель Совета министров, премьер-министр страны, и как вот можно было бы счастливо, беззаботно жить, если бы не любовь к антипартийной группировке, потому что, ну, вот, если следующую фотографию посмотреть, обложка журнала Time, в Америке всем кажется, все подходит, в чем-то там забавно, да, еще если присмотреться на иллюстрации Самовар, Медведь, все штампы, чего ждать, какой-то аналитик в Вашингтоне напишет вот свою серьезную, большую, огромную аналитическую статью, что и как дальше будет жить, какие прогнозы, а потом просто все в одной части меняется, нету больше никакого Булганина, только какой-то пенсионер союзного значения, и все. Да, ну и давайте в завершении нашей программы посмотрим на петербургский объект, который связан с именем нашего сегодняшнего героя, что же это такое, это дом Зингера? Да, вот тут удивительный эпизод, вообще, конечно, Булганин в Санкт-Петербурге бывал, но это не его родной город, он ничем не руководил, а если приезжал уже после войны, то по печально известному ленинградскому делу тоже чем-то похвалиться, но был удивительный эпизод в советской истории, в истории нашего с вами родного Санкт-Петербурга, а тогда Ленинграда, потому что подходит 53-й год, Параш отмечает 250-летие основания Санкт-Петербурга, Ленинграда, а тут антипартийное это дело, проблемы, смерть Сталина, не до того, но не забыли об этом, обо всем, и партийные руководители уже новые, уже после 53-го года как-то робко напоминали, и кстати, ну тоже для понимания, вроде послевоенные годы, не до того праздники отмечать, а под прецедент, в Москве в 1947 году с размахом отмечали 800-летие Москвы, поэтому ну чем Ленинград, город трех революций, названный именем Ленина, город-герой, ну тоже хорошо бы как-то отметить, и произошло невероятное, потому что в 57-м году в итоге отмечали 250-летие, которое было уже 254-летие, ну вот так все это затянулось, просто Булганин одобрил, это же нужно еще и средства какие-то выделить, не все то, что просили ленинградские товарищи, которые приезжали, вымаливали какие-то суммы, надо все украсить, что-то бы починить, что-то отреставрировать, но 2 миллиона рублей в бюджете нашлись, Булганин лично вместе с Хрущевым приезжал, с рабочими говорил, и вот здесь вот Невский проспект, дом Зингера, видно, что он украшен вот специальными транспарантами, большими полотнищами с цифрой 250, а еще пришлось объяснять, а почему же не 254, а потому что вот якобы в 1707 году только вот тогда это был уже настоящий город, и все было уже построено, и вот-вот уже должен был стать столица, поэтому ничего страшного, все правильно, хотя, конечно, всем было известно, что 1703 год, ну и вот потом обратно все сместили, а вот такой удивительный сбой и парадокс, потому что на стадионе Кирова куча людей, куча участников, которые выстраиваются в сложные фигуры, ходят кругами, буквами там выстраиваются, на трибунах стоят Маленков и Хрущев, тогда они еще не успели поссориться, хотя вот-вот все произойдет, ну и вот спасибо Булганину за такой праздник для горожан в 1707 году получается. Вот и добрым словом вспомнили нашего сегодняшнего героя, но на этом заканчиваем нашу программу, напомню, что ее героем был Николай Булганин, а цикл властителей посвящен людям, которые были на самой вершине власти, но все-таки на вторых местах, и он, конечно, один из них. Ну а мы заканчиваем петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, прощаемся с вами до следующего воскресенья, канал ищем выход, подписывайтесь, ставьте лайки, до свидания. Все так плюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова